Почетный гражданин Бийска Симон Вольпе сегодня пришел на свой избирательный участок одним из первых. Спешил на дежурство в больницу. Посвятивший жизнь спасению здоровья людей, до сих пор работает. Он заведующий терапевтическим отделением. И даже в ответственный момент выбора Симон Лейзерович думает о своих пациентах. Я считаю, что мы должны прийти, выразить свою позицию, отголосовать, не быть пассивными. От нашей позиции зависит, как будет работать государственные региональные органы власти. Я надеюсь, когда мы выберем новые органы власти, но на лучшее, что из кризиса страна будет выходить, следовательно, регионы будут лучше, следовательно, больше будет финансирование медицины и всех бюджетных отраслей, значит, и пациентам моим станет лучше. Добрый день. Здравствуйте. На участке номер 346 голосовал другой почетный гражданин нашего города, Александр Черемисин. В рядах избирателей его можно видеть абсолютно каждые выборы. Вот и сегодня он проголосовал за будущее бейчан и своего предприятия Сипривармаша. Мы должны все исполнить долг гражданина России, проголосовать за ту власть, которая будет 4 года формировать политику страны. А это очень важно. Кого мы изберем, то мы и получим. Представитель спортивной общественности Бийска Николай Канделаки пришел голосовать с женой, детьми и внуками. Несмотря на то, что семья спешила на уборку картофеля, свой гражданский долг Канделаки исполнили. С каким настроением? Очень хорошее настроение. Мы видим, что город меняется. И с приходом новых депутатов город станет еще интереснее и лучше. Работники культуры тоже не остались в стороне от всеобщих выборов. В частности, директор Бийского краеведческого музея Светлана Бартышева. Культура и образование – вот те области общественной жизни, судьба которых особенно заботит этого избирателя. Мне, как человеку, который работает много лет в культуре, очень важно, чтобы культура у нас развивалась. Потому что это очень важно не только для меня, как для работника культуры, но и для нашей молодежи. Для меня, как для мамы это очень важно. Также я не только на этот момент обращала внимание, но и на то, чтобы образование тоже это касается. Ну и вообще, как бы, нашей жизни, в которой мы живем.